мир вам дорогие друзья чего мы ожидаем кто-то возможно ждет очень сильно выходных наконец-то после рабочей недели выходные кто-то же ждет рождества и думает наконец-то там чуть-чуть больше отпуска будет дети радуются возможно подарком кто-то планирует отпуск чтобы уехать и наконец-то отдохнуть после может быть длительных месяцев работы а кто-то желает просто ждет когда же снимут все ограничения которые мы сейчас имеем связи с болезнью 20 21 века смотрите о чем петр пишет в своем послании это мы читаем второе петра 3 глава здесь написано с тринадцатого стиха впрочем мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли на которых обитает правда я не знаю как вы себя чувствуете но я иногда устал и устаю особенно в последнее время под лжи которая распространяется через средства массовой информации начиная с политиков о болезни которая как бы якобы есть и нам рассказывает как она страшно и вот это вот этот мусор ложь льется каждый день просто до до предела и мы спрашиваем а почему это несправедливость откуда это несправедливость я думаю многие ждут но господь почему ты молчишь ты же как-то должен восстановить эту справедливость интересно что петр пишет что мы ждем новое небо и новую землю которой будет как мы прочитали здесь обитает правда справедливость родные большому сожалению на этой земле покуда мы живем не будет правда мы видим и слышим столько лжи и мы устаем возможно от этого и наша надежда что однажды в присутствии бога а бог есть правда бог есть истина будет искорена всякая ложь всякая неправда всякое нечестие и это наша надежда что на новом небе и на новой земле будет правда и смотрите следующий стих и так возлюбленные ожидая сего то есть нового неба и новой земли почтитесь явиться пред ним то есть пред богом нескверненными и непорочными в мире какая наша позиция когда мы ожидаем позиция следующая это не пассивная ожидание сложить ручки и ждать здесь бог призывает нас к активности то есть работать над своим характером вот в трех и три значит сферы он говорит надо чтобы явиться не оскверненными что значит оскверниться человек может оскверниться грехом конечно неправдой ложью то есть разными грехами сего мира и поверьте сейчас когда так много лжи так много неправды люди ссорятся так нелегко остаться чистым в немецком переводе это написано умбифлек то есть не запачканным вот не оскверненным не запачканным подумайте если у вас дорогая одежда но на ней жирные пятна одели бы вы ее на на воскресенье на свадьбу куда-нибудь или на собрание возможно вы скажете да разницы нету сколько она стоит если на ней жирные пятна то ее невозможно одеть она грязная нужно выстирать вот об этом как раз библия и говорит когда христос придет он хочет найти невесту свою церковь не запятнана не оскверненной до внепорочными без порока то есть без пятен это в этом же направлении идет когда мы говорим порочный человек какой-то порог это значит есть недостаток есть грех который нужно удалить и последнее здесь качество в мире то есть непорочными в мире мы живем как я сказал уже средства массовой информации настолько много лгут и старается поссорить людей а ты привился а ты не привился и теперь кто-то винит одного другого и люди даже в церквах начинают ссориться друзья это дела дьявола разницы нету привит не привит мир божий дороже всех этих статусов я умоляю вас господом иисуса христа чтобы вы не ссорились чтобы вы искали мир чтобы вы не велись на политику на средства массовой информации чтобы вы искали мир с людьми с ближними и разницы нет в каком человек статусе поэтому я очень желаю чтобы мы сегодня ждали иисуса христа готов ли ты чего ты сегодня ожидаешь я желаю тебе чтобы ты был готов к новому небу и к новой земле аминь